А вы слышали об эффекте Анжелины Джоли, когда она удалила себе превентивно грудь? Сегодня я хочу поговорить о продолжении темы мифы о наследственности рака и все, что с ним связано, и затронуть тему, правильно ли поступила Анжелина Джоли. Несколько постов назад я поднимала тему относительно мифов и наследственности в онкологии. Мы с вами выяснили, что лишь от 5 до 10% случаев связаны именно с наследственным фактором. Да, безусловно, эти 5-10% остаются, и в случае Анжелины Джоли она как раз попала вот в эти вот маленькие проценты. Далеко не всем женщинам грозит подобная мутация, и это абсолютно не значит, что поголовно нужно бежать и действовать так, как ваша любимая звезда. Надо всегда включать голову и разбираться подробнее. Сейчас мы об этом поговорим. Потому что если говорить немножко о числах, то действительно около полутора миллионов женщин ежегодно заболевают на всей планете раком груди. Если говорить в применении к России, то порядка по 50 тысяч женщин ежегодно сталкиваются с раком груди. Раз повторюсь, далеко не у всех пациенток это связано с генетической предрасположенностью. Просто это тот вид онкологии, который среди женщин является одним из самых распространенных и опасных. Действительно, при наличии какого-то фактора отягощающего, то есть симптоматики появления шишек в раннем возрасте или наследственных факторов в семье, действительно имеет смысл пройти более глубокую линейку диагностики. Когда мы говорим о скрининге и диагностике, то мы говорим о таких исследованиях, как УЗИ молочных желез, маммография и анализа крови. Делается это регулярно минимум один раз в год. Более того, мы мало об этом знаем, но даже у мужчин бывает рак молочной железы. Как это ни странно, действительно это так. И об этом тоже нужно знать и проходить определенный скрининг и диагностику. Пациент подобных женщин, как Джоли, очень-очень низкий. И даже среди всех пациенток, которые заболели раком груди, это ничтожно маленькая цифра. Да, она хотела привлечь внимание общественности к подобной мутации. Но я в корне не согласна с подходом Анжелины Джоли, потому что, несмотря на то, что она выпустила две объясняющие статьи в Нью-Йорк Таймс, в моем понимании этого категорически недостаточно. Да, она начала привлекать внимание к наличию имитации Бир Эйдс, к наличию наследственных факторов и многим другим вопросам рака молочной железы. В моем представлении ее действия лишь нанесли урон большинству женщин, потому что, во-первых, получается, что многие поступают так же, как она, повторяя, как обезьянки. Многие начинают действовать по принципу «слышал звон, да не знаю, где он», поэтому удаляют грудь даже без наличия таких вот факторов риска или просто превентивно из-за страха канцерофобии. Но, учитывая масштаб ее личности, ее известность во всех странах и отсутствие такого же адекватного подхода к диагностике, как в США, в ряде других отстающих, развивающихся странах, потому что в итоге она сделала все правильно для конкретного своего случая. Более того, это было ее правильное, верное, осознанное лечение с ведущими специалистами, поскольку у нее на это есть в том числе и финансовая составляющая. А простому человеку мало того, что нужно заготовить очень немаленькую сумму, так еще и убедиться, что ему не просто так делают такую сложную операцию. Еще в моем представлении ее действия также дали карт-бланш недобросовестным врачам, которые просто хотят заработать на испуганных и доверчивых пациентках. Потом отдельно сниму сториз, которая объясняет, какие есть побочки, какие есть опасные нюансы и моменты, связанные с подобными операциями, почему не надо бежать и повторять заджали. На этой неделе я поднимаю тему рака груди более подробно, будет несколько постов, а потом выйдет дополнительная история с объяснением побочек и того, что нужно конкретно выяснять.